МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Школа бокса, так вы сами здесь провели, на территории нашего округа, 10 лет. Да, Одинцово – это родной для меня город, и большие, значимые победы, они ковали здесь. Подготовку к этому периоду я как раз проводил в Одинцово. Переехал из Москвы, так судьба сложилась. Для меня это сразу показался город, который очень зеленый, очень чистый, такой опрятный, красочный. Мне кажется, среди городов Московской области он резко отличается. Сейчас все кажется только в лучшую сторону. Город развивается, появляются прекрасные залы. А если мы говорим про спорт, то, конечно, растет инфраструктура. Что построилось на Лазутинке, так все жители, я думаю, что в восторге. Нет ни у кого такого прекрасного комплекса и такой возможности. Ну, кстати, наш парк в этом году удостоился звания лучшего парка Подмосковья. Совсем недавно была вручена премия. В общем-то, мы тоже стараемся динамично развиваться. И, конечно же, развивается массовый спорт, массовый детский спорт. Вот как раз то, где мы сейчас находимся, Одинцовская школа бокса, активно взялась за это направление. Здесь ребята занимаются бесплатно. Но мне бы хотелось немножко, чуть-чуть углубиться в историю. Все-таки зал носит имя вашего тренера. Расскажите о нем, о том времени, которое вы провели вместе, тренировались. Исторически сложилось, что у Одинцова есть традиции, есть мастера спорта и хорошие боксеры. Как раз Сергей Николаевич Васильев также большое количество времени провел здесь, в клубе инфайтинг. Это вот родоначальник, скажем так, бокса в Одинцово. Мы все из этого клуба вышли. И в том числе я там тренировался с Сергеем Николаевичем. И, конечно, Сергей Николаевич Васильев, мастер спорта международного класса, большую лепту внес в развитие бокса, Одинцовского бокса. Потому как много ребят воспиталось на его примере, по его школе. Школа грековская, Борис Николаевич Греков. Это его тренер, заслуженный тренер Советского Союза. Поэтому вот эти традиции, которые у нас заложились, которые были, мы их преумножили. И сегодня вот находимся в зале имени Сергея Николаевича Васильева. Я, конечно, очень рад, потому что это место очень профессиональное, очень важное. Судо стекается очень много молодежи, детей. Всем нравится здесь заниматься. Здесь хорошие тренеры. Все-таки, вот честно, придя сюда, завидуете ребятам, которые сегодня тренируются в боксе? Наверное, вы в свое время о таком просто даже не могли мечтать. Когда я был в их возрасте, там 10-12 лет, да, у нас не было таких залов. Но все-таки за свою карьеру я застал подобные залы. И, конечно, если по-хорошему, я им завидую. Но все-таки больше смотрю в тренерский состав, больше смотрю в сам климат. Потому как красивые мешки, обстановка – это одна часть истории, а вторая часть истории – как могут ребят тренировать, то, что им могут дать педагогически с точки зрения спорта. Здесь тоже с этим все хорошо. И я вот больше даже этому рад, потому что в Одинцово бокс силен. Хорошие традиции. Здесь хорошая вообще в Московской области одна из самых лучших школ в России по боксу. Поэтому Одинцово является таким ярким, хорошим местом, где ребята воспитываются. Вот этот зал сегодня притягивает этих ребят. И все вместе, в совокупе, я считаю, что Одинцовским ребятам повезло. Как вы считаете, что отличает Одинцовских боксеров от остальных спортсменов? Ну, во-первых, традиция. Есть какой-то такой прям вот стиль, который присущ именно этим ребятам? Стиль, наверное, ну тут сложно сказать. Есть, вообще, если говорить про Одинцово и Московскую область, это вот две неразрывные части. Конечно, вот те традиции, те победы, которые есть в Московской области, они также переходят и на Одинцово. Ребята из Одинцово знают, что, приходя в бокс, они попадают в большую семью. Они знают, что здесь квалифицированные тренеры. Они знают, что, и родители знают, если ребята начинают достигать успехов, они входят в состав сборной Московской области по своему возрасту, и у них дальше есть дорога. То есть это такая очень важная составляющая, настоящая составляющая. Когда родители приводят сюда своих детей, они прекрасно понимают, что это не какое-то там проходимое место, это не какой-то зал, который не имеет отношения к спорту, а это самое, что ни на есть, настоящий профессиональный, качественный коллектив и качественные тренировки. Что такое бокс, и как бокс изменил вашу жизнь? Бокс для меня является огромной частью моей жизни, и я думаю, что я уже не расстанусь с ним никогда. И не так или иначе я связан с боксом. Сегодня я являюсь руководителем, и многим молодым ребятам уже помогаю выходить на профессиональный ринг. Для меня это тот самый социальный лифт, о котором многие говорят. Вот как раз для меня этим лифтом стал бокс. Мои победы, мои успехи в спортивной карьере, они дали мне возможность приблизиться к каким-то там дальнейшим своим планам, мечтам быть полезным и влиять на развитие спорта уже на федеральном уровне. Как раз вот с помощью бокса я смог этого достичь. Сегодня огромное количество направлений, спортивных направлений перед родителями. Ну, зачастую стоит такой сложный выбор, куда дать своего ребенка. Как вы считаете, почему нужно остановиться именно на боксе и выбрать это направление? Вот насколько гармонично именно в этом виде спорта развивается в физическом плане ребенок? Великолепно развивается. Я думаю, что для будущего мужчины, для защитника родины бокс как раз тот самый вид спорта, где он себя может в полной мере проявить и, в общем-то, подготовиться к такой взрослой жизни. Бокс – это действительно такая хорошая поддержка и хорошее воспитание. Что вообще в целом дает единоборство? Это первое воспитание, это внутренний стержень, это характер, это уважение к тренеру, это уважение к друзьям, это коллектив, это настоящие друзья. Вот, и, безусловно, ребенок становится сильным. Он по-настоящему обретает физическую силу. На тех мальтишек посмотреть, которые занимаются там уже год-два боксом, стабильно там три раза в неделю, они отличаются от своих сверстников. Они более спокойные, они более уверенные в себе. Это, кстати, отражается и на учебе, и на поведении, и на бытовой. В бытовой жизни они себя по-другому ведут и к ним по-другому относятся. Поэтому бокс как раз формирует в мальчишках вот эту, может быть, какую-то неуверенность. Он ее убирает, а они становятся такими самодостаточными, смелыми, умными, сильными парнями. Но перспективы есть у российского бокса. Если говорить о том подрастающем поколении, которое только-только делает первые шаги в этом виде спорта, есть ли среди них звезды? Вы же сказали, что активно помогаете, смотрите, общаетесь с юными спортсменами. То есть есть ли достойная смена нашим великим чемпионам? Я вообще к детским победам отношусь, скажем так, достаточно спокойно, потому как... То есть это не показатель? Это показатель, но это не основание считать этого мальчика звездой. В моем случае вообще я считаю, что самые большие победы в любом виде спорта, в том числе и в боксе, они приходят, они должны наступать после 18 лет. Все то, что происходит до 18, это хорошо, это база, это некая платформа. Но если мы говорим о больших достижениях, о спорте, высоких достижениях, то, конечно, самые главные результаты должны приходить после 18. Это на чемпионате мира и на Олимпиаде, ну и дальше уже на чемпионате мира среди профессионалов. Так что есть ребята, есть и победители перенства, победители зоны, призеры перенств мира, они есть. Вот, и мы должны их поддерживать, поддерживать родителей, чтобы вот это все-таки, родители много влияют на ребенка, именно на то, чтобы он выбрал этот спорт. Поддерживать, создавать условия и, конечно, готовить к большому спорту. Так что вот эти как раз мастер-классы, встречи с детьми, они стимулируют молодежь, они стимулируют детей для того, чтобы идти в зал и дальше продолжать заниматься спортом. Вы прямо опередили буквально меня на шаг. Следующим вопросом как раз хотел спросить про мастер-классы. Будет ли возможность у Одинцовских ребят, в том числе, принять в них участие? И планируется ли проведение непосредственно мастер-классов с вашим участием на нашей территории? Да. Как мы уже обратили внимание в начале беседы, этот зал носит имя моего тренера Сергея Николаевича Васильева, поэтому я очень тесно связан с этим залом. И именно поэтому с таким вот теплом и с таким трепетом отношусь и к встречам со СМИ, и со встречи с молодежью. В этом зале я уже проводил мастер-классы, и мы очень надеемся, что он будет наполняться. И, конечно, я в будущем это буду делать. Мы как раз, если говорить о такой популяризации, то в этом году, в конце этого месяца мы хотим в городе, на Лазутинской трассе, создать большой, сделать большой-большой праздник бокса, фестиваль детского спорта. Собрать, пригласить многие виды спорта, и, конечно, организатором этого мероприятия будет Федерация бокса России и клуб «Патриот» имени Сергея Николаевича Васильева, но в целом объединить большую спортивную семью. Для родителей, для детей показать, что Одинцово – это спортивный город с большими спортивными традициями во многих видах спорта. Ну а флагманом, скажем так, направлением всего этого фестиваля, конечно, будет бокс, где будет ринг, где будут выступления ребят, и мы очень рады пригласить всех желающих и поучаствовать. — Григорий, спасибо за интересную беседу. Приезжайте к нам почаще. — С удовольствием буду приезжать. Спасибо. — Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok